По инициативе инспекции Министерства по податках и сборах по центральным районе Гомеля в области проводится акция «Податки и свята». У ее рамках всем жихарам региона, которые меркуют заниматься оказанием святочных послуг, пропонуются заплатить один и податок. Наши корреспонденты подчеркнулись под обязанностями. У податковых инспекциях кажут, что с прощения процедуры регистрации и принятия нормативных актов по самозанятости оказали значный вплыв на повеличение колькости жихару региона, які открыли уласные справы. В целом, по Гомельской области, по заявленшим принципам, зараз людей працюе удвоя большим год тому. Разом с тым гуляють по правилах все ненюсе. Нехто тому, что не ведает поведенных нормативных актов, нехто свядома. Акция «Податки и свята» закликана нагадать. Закон необходно выконвать. В преддверии новогодних и рождественских праздников в традиционном населении возрастает спрос на услуги, связанное с поздравлением, с праздниками, украшением, помещением, приготовлением пищи, парикмахерские и косметические услуги. Без «Лесной красавицы», «Деда Мороза» и «Снегурочки» не обходится практически ни один корпоратив и утренник. Все перечисленные виды деятельности могут осуществляться гражданами без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и, самое главное, на законных основаниях. Для того, как уплатить один и податок, необходно пройти у податковую инспекцию и написать заяву. Квитанция, якая будзе отрымана после уплаты, необходной суммы и станет им документом, який дозволить працаваць законна. Сталки податка залежать у першую чаргу от вида деяности. Самая низкая – 20 рублёв на реализацию кондитерских вырабов, самая высокая – 128 рублёв на веде с дымки падей. Прыгытым у податковых инспекциях раець не рызыковать, а прочатаго уплата одинага податку гарантует человеку, что ён не трапись у спес непрацуючих грамадян. Физические лица, осуществляющие виды деятельности, не требующие регистрации как индивидуальные предприниматели и уплатившие единый налог, считаются занятыми в экономике согласно требовании декрета номер 3. Олег Сентюров, Олеса Розянкова, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель».